Проведем разбор заданий Всероссийской олимпиады школьников по технологии в номинации робототехника за 7-8 класс муниципального этапа теоретического тура 2023-2024 года. Рассмотрим задание специальной части. Задание номер 7. Соответственно, в данном задании надо было определить длину отрезка, который был задан с помощью двух граничных точек. Соответственно, поскольку задание позиционировалось как задание на G-код, на задание на работу со станком ЧПУ, то и термины соответствующим образом приводились в задание. Так известно было, что начало отрезка в точке 30-16, а конец в точке 120-16. При этом было известно, что одна единица по каждой оси соответствует 2 мм. Ответ надо было выразить сантиметр. Как следовало решать данную задачу. Поскольку участники не знают еще теорему Пифагора, то условия точки были подобраны так, что они находились на одной горизонтальной прямой. Соответственно, поскольку у них была одинаковая координата Y, то изменение длины отрезка можно было померить только исходя из изменений координаты по X. После того, как из координаты конца отрезка вычиталась координата начала отрезка, все надо было перевести в миллиметры, то есть умножить на 2, после чего перевести получившийся результат в сантиметры. По итогу мы получали 18 сантиметров длина отрезка. Какие проблемы вызвала данная задача? Например, участники не понимали, что у них спрашивают. То есть они не понимали, как работать на координатной плоскости, либо не узнавали данную задачу на координатной плоскости. Помимо этого, они забывали переводить координаты пенотрезка в условных единицах в миллиметры, ну а также забывали переводить из миллиметра в сантиметр, что печаль. Соответственно, данная задача требует дальнейшей отработки с участниками, чтобы они свободно себя чувствовали при ее решении. Задача номер 10. Задача на определение значения переменной после завершения работы программы. Соответственно, у нас была представлена вот такая программа, записанная на псевдокоде. Надо было определить, чему будет равно значение переменной после окончания работы данной программы. Итак, посмотрев повнимательнее на программу, нужно было заметить, что значение переменной С никак не зависит от значения переменной А. Соответственно, участник мог не тратить время на вычисление значения переменной А и посчитать только значение переменной С. Для решения можно воспользоваться, например, такой формой записи условия. Составить табличку с тремя колоночками. Соответственно, в первой колонке писать номер шага, а в двух других колонках значение переменной на каждом из шагов. Соответственно, это позволит минимизировать пространство, которое мы будем использовать под запись промежуточных решений, промежуточных значений и будет довольно наглядно. Соответственно, какие ошибки участники допускали при решении данной задачи? Ну, во-первых, это арифметические ошибки. Во-вторых, некоторые участники не обратили внимание на то, что в данной задаче присутствует цикл повторить три раза. и некоторые участники после того, как выполнили вычисление в цикле, не обращали внимание на то, что после цикла происходит также изменение значения переменных. Соответственно, это говорит о том, что не все участники хорошо понимают, как работает программа и могут просто не обращать внимание на отдельные ее элементы. Соответственно, данное задание тоже не было решено на 100%. Соответственно, рекомендуется подобного задачи посчитать с участниками, которые решать с участниками к следующему разу. Например, к следующей Олимпиаде в СОЖ, к школьному или муниципальному этапу. Задание номер 12. Это задание на точное перемещение. В нем было известно, сколько оборотов делала каждая из колес робота, и был известен радиус колеса. Нам было определить расстояние, которое проехал робот, двигаясь прямолинейно и равномерно. Соответственно, также в задании было указано значение π, которое надо было брать для того, чтобы перевести радиус в длину окружности колеса. Соответственно, рекомендовалось участникам решать следующим образом. Посчитать длину окружности колеса, а затем умножить на число оборотов. Как мы знаем, расстояние, которое прошел робот, равно длину окружности колеса, умноженной на число оборотов, которое сделало данное колесо. Соответственно, после того, как участники получали ответ, его надо было округлить до целых. В данном случае ответ получался 1130 сантиметров. Соответственно, помимо арифметических ошибок, мы видели то, что участники путают радиус и диаметр, и, соответственно, пытаются применить число 10. Поскольку в задаче было дано еще время, за которое робот проехал данное расстояние, то участники, пытаясь применить все имеющиеся данные, иногда делили на 10, а иногда умножали на 10. Что, конечно, печально, потому что зачастую в задачах могут присутствовать дополнительные справочные данные, которые не влияют, по своей сути, на финальный ответ. Задание номер 14. Было известно, что за 15 секунд каждый из колес робота повернулось на 9000 градусов. И был известен радиус каждого из колес. Соответственно, это опять задача на точное перемещение. И время данной задачи опять является лишним данным. То есть оно дано для справки. В решении оно не участвует. Соответственно, на что следовало обратить внимание при решении данной задачи? Ну, во-первых, на то, что дано π, с какой точностью оно дано. И применять именно с такой точностью, а не с какой-либо еще. Например, не брать π из калькулятора, а брать вот лучше это π. Соответственно, дальше надо было не перепутать радиус с диаметром при подсчете длины окружности. После чего стоило посчитать, на сколько оборотов повернулось колесо. При этом надо было 9000 градусов разделить на 360 градусов, поскольку в одном обороте 360 градусов. Соответственно, и получившееся число оборотов следовало умножить на длину окружности колеса. Соответственно, мы получали расстояние, которое робот проедет после того, как каждое из колес повернется на 9000 градусов. Соответственно, какие ошибки допускали участники? Ну, помимо того, что арифметические ошибки, они путали радиус и диаметр, ну, и округляли слишком рано. Например, участники могли округлить длину окружности уже до целых. На этом этапе, что является неверным, потому что округлять мы просили только в самом конце. Соответственно, соответственно, вот такая задача. Опять же, данная задача не имела стопроцентной решаемости и требует дальнейших отработок при решении задач, при подготовке к следующему этапу. Ну, в частности, очень хотелось бы, чтобы мы прорешали данные задачи своими учениками перед школьным этапом и перед муниципальным этапом, потому что это будет полезно для них и поможет им чувствовать себя более уверенно и на следующих этапах Олимпиады СОЖ. Задание номер 15. Это задание, опять же, по теме точные перемещения. В данном случае у нас идет движение, это разворот на месте, или так называемый танковый разворот. По условию задачи разворот происходит на 90 градусов, при этом колесо В вращается назад, колесо С вращается вперед. Сами знаем, что при танковом развороте одно колесо поворачивается в одном направлении, а второе в противоположном. Если радиусы колес равны, то, соответственно, количество градусов, на которое повернется один из моторов, равно количеству градусов, на которое повернется второй мотор. При этом направления вращения моторов будут противоположны. Итак, чем была сложна данная задача? По своей сути, это обратная задача. Чаще всего участники решают задачу по типу известного параметра робота. И надо определить, на какой угол повернется робот, если мотор повернется на такое-то количество градусов. В данном случае это была обратная задача. Было известно, на какое количество градусов повернулся робот. Надо было определить, на сколько градусов повернулся каждый из моторов. В частности, здесь спрашивалось про мотор С. Ну и также было дано Пи, с какой точностью следует брать. Как же надо было решать данную задачу? Значит, можно было посчитать длину окружности колеса. Соответственно, учтем, что у нас 8 – это диаметр, а не радиус. Соответственно, здесь уже участники могли ошибиться. После чего надо было определить, на какую длину дуги переместятся колеса робота. Каждое из колес робота. Обращу ваше внимание, что при танковом развороте каждое из колес робота поворачивается на четверть окружности. Не в сумме они поворачиваются на четверть окружности, а именно каждое из колес робота поворачивается на четверть окружности. При этом диаметр данной окружности равен ширине клея. Ширина клея это расстояние между центрами колес робота. Соответственно, мы видим, что четверть окружности от диаметра 40 см. Вот находим это расстояние в дальнейшем, мы с вами разделим на длину окружности колеса и умножим на 360 градусов. По своей сути мы определили, сколько оборотов должны сделать каждая из осей моторов, каждая из осей моторов, и перевели это значение в градусы. У нас получилось 450 градусов. Соответственно, как вы видите, число π в данной задаче сокращается. То есть, по большому счету, можно пользоваться более короткой формулой. Какие ошибки были допущены участниками при решении данной задачи? Ну, например, участники путали радиус и диаметр, не поняли, как применять ширину клея, вообще что это такое, поскольку зачастую мы сталкиваемся с тем, что участники не понимают этот термин, ширина клея. То, что это клея и ширина клея, и это расстояние между центрами колес, это с ними надо проговорить и желательно выучить. Соответственно, зачастую возникают вопросы по определению длины дуги. То есть, эту формулу тоже стоит с ними повторить. И сопоставление градусной мерой дуги и центрального угла. Это тоже желательно все-таки проговорить с участниками. Соответственно, и наши с вами любимые, конечно, арифметические ошибки. Данная задача показалась участникам сложной. Соответственно, рекомендуется ее также прорешать перед следующим школьным этапом. Задание номер 16. Это опять же точные перемещения. Посмотрим. Соответственно, был дан график, и было известно, что робот движется прямолинейно. Почему он двигался прямолинейно? Потому что каждый из моторов повернулся в одном и том же направлении на одинаковое число градусов. Спрашивалось, на какое расстояние переместится робот за 5 секунд. Значит, для чего нужен был график? Считываем с графика угол поворота каждой из осей моторов за 5 секунд. После этого график нам больше не нужен. Так, за 5 секунд каждый из осей моторов повернулся на 2160 градусов. Считали. Теперь, по сути своей, мы решаем данную задачу так же, как и предыдущую на определение расстояния, которое проехал робот, когда каждая из осей моторов повернулась на заданный пол. Так, определяем длину окружности колеса, после чего определяем, сколько оборотов совершило колесо за данный промежуток времени. В частности, сколько оборотов совершило колесо, если оно повернулось на 2160 градусов. Для этого 2160 градусов мы делим на 360. Определив число оборотов, мы умножаем его на длину окружности. Соответственно, колеса. И получаем ответ 471 сантиметр. Какие вопросы вызывала у участников данная задача? Ну, например, не все участники умеют работать с графиками. Соответственно, не все участники уверенно работают с формулой длины окружности. Они зачастую путают радиус и диаметр. Не все участники знают, что в одном обороте 360 градусов. И, соответственно, могут допускать и в этом ошибку. Соответственно, данная задача также была слажена для участников. И рекомендуется прорешать подобную задачу со своими учениками перед началом следующей Олимпиады СОЖ. Желательно прорешать из нескольких вариантов. Например, из вариантов более старших классов. Чтобы участники проще и спокойнее себя чувствовали на школьном и на муниципальном этапе. Задача номер 17. Это, опять же, задача на точные перемещения. В данном случае у нас с вами разворот вокруг колеса на 90 градусов. Что это означает? Что одно колесо зафиксировано, а второе движется. Так, мы знаем, что колесо B зафиксировано, а колесо C вращается. Надо было определить угол, на который повернется ось мотора C, чтобы робот повернулся на 90 градусов вокруг колеса B. Соответственно, как следовало решать данную задачу? Опять же, надо было посчитать длину окружности колеса. После чего посчитать длину дуги, на которую переместится каждый из колес робота. В данном случае радиусом дуги, по которой будут ездить колеса робота, это будет ширина к линии. Если в прошлом задаче это был диаметр, поскольку робот поворачивался на месте, то в данном случае это будет уже радиус. Соответственно, и после того, как мы посчитали длину дуги, по которой будет ехать колесо, мы делим получившуюся длину дуги на длину окружности колеса, чтобы определить, а сколько, собственно, оборотов сделает колесо. После чего, поскольку нас спрашивают про градусы, мы умножаем получившееся число на 360 градусов. Соответственно, получаем ответ 450 градусов. Данная задача показалась участникам сложной, поскольку в ней нужно было понимать, что такое ширина к линии, как находится длина окружности, по окружности, какого радиуса движется колесо робота, ну и плюс, соответственно, знать, что в одном обороте 360 градусов и не допустить арифметическую ошибку. Соответственно, данная задача также рекомендуется для отработки перед школьным и муниципальным этапом следующего года. Задание номер 18. Это задание на определение числа оборотов ведомой оси. Если известно, число оборотов ведущей оси. Соответственно, были известны количество шестеренок и было известно время, сколько вращалась ведущая ось. Соответственно, что следовало делать? Надо было в первую очередь, конечно, удостовериться, что у нас все в единых единицах измерения. Потому что мы знали, что ведущий оси совершает 18 оборотов в минуту, а время нам дано в секунду. Поэтому лучше было с самого начала перевести секунды в минуту, чтобы в дальнейшем не совершать ошибку при перемножении оборотов в минуту и секунду. Затем надо было определить, сколько оборотов за одну минуту совершает ведомая ось передачи. Это, соответственно, посмотрим на картинку. Как мы видим, данная передача имеет три ступени. Так, движение переходит с шестерни с восьмью зубьями на шестерню с двадцатью четырьмя зубьями. Это означает, что у нас будет замедление три раза. Соответственно, затем передача идет с шестеренки с сорока зубьями на шестеренку с сорока зубьями. Это означает, что у нас не будет ни падения, ни роста скорости вращения оси. Как было первоначальное падение в три раза, так и осталось. Дальше вращение переходит с шестеренки с восьмью зубьями на шестеренку с двадцатью четырьмя зубьями. Опять замедление. Соответственно, опять падение скорости вращения оси в три раза. Того у нас получилось падение в три раза, сохранение скорости и опять падение в три раза. Таким образом, данная передача понизит частоту вращения оси в девять раз. Проверяем по расчетам. Так оно и есть. Было восемнадцать, стало два. Соответственно, надо было определить, сколько воротов сделает ось за пять минут. Нажим два на пять, получаем десять. Соответственно, какие проблемы были при решении данной задачи у участников. Ну, в первую очередь, участники зачастую путали ведомую ведущую оси. Также, также, участники могут не знать, как считать передачу. Могут не понимать, как работать вообще, в принципе, с зубчатыми колесами. Это означает, что с ними надо этот вопрос проработать. И зачастую они могут не обращать внимания на то, в каких измерениях даны те или иные величины. И, не сомневаясь, умножать обороты в минуту на секунду. Такие варианты мы тоже видели. Данную задачу также рекомендуется отработать с участниками перед следующим школьным и муниципальным этапом. Задача номер девятнадцатый. Это новая задача. По своей сути, похожая на нее задача была в школьном этапе. Только там была представлена не таблица. Данные были представлены не в таблице, а в виде графика. Соответственно, здесь известно, что на каждую робот движется по штрих-коду. На каждую полоску приходится два измерения. Известно, что первые два измерения – это белая полоса. Первые два измерения – это черная полоса. Следующие два измерения – белая полоса. Надо было определить, сколько черных линий находится в данном штрих-коде. Всего их восемь. Соответственно, ищем, сколько пар у нас в этой таблице находится с значениями меньше границы серого. Как посчитать границу серого? Давайте сложим максимальное и минимальное значения. Скажем, 90 плюс 12 – это будет 102. В общем, то, что меньше 51, будем считать черным. Соответственно, ну или просто на глаз прикинем, что у нас есть очень маленькие значения. Это 12 и 14. Очень большие. Где-то около 9. Соответственно, то, что не превышает 20, будем считать черным. То, что около 90, будем считать белым. Итак, считаем пары. Считаем пары, которые у нас маленькие. Это 0 и 1, 12 и 14. На 4 и 5 секунду – 14 и 16. На 8 и 9 – 15 и 14. На 10 и 11 – 12 и 16. Соответственно, всего 4 пары. Соответственно, всего у нас получается 4 черных полосы. Данная задача тоже вызвала трудности среди учащихся. Соответственно, с ними тоже рекомендуется обсудить понятие границы серого, показания датчиков и, соответственно, порешать подобные задачи перед следующим школьным и муниципальным этапом по технологии и робототехнике. Задание номер 20. Задание номер 20. Это задача на точные перемещения. Однако в данной задаче надо было определить вид траектории. Траектории, которую начертит робот. Огромное значение имело то, как движется робот и где закреплен маркер. Соответственно, в данной задаче было известно, что ось мотора А повернулась на 720 градусов, и одновременно с этим ось мотора Б повернулась на 720 градусов в ту же сторону. Соответственно, это говорит нам о том, что робот двигался прямо линейно. Соответственно, маркер закреплен посередине между колес. Значит, он переместится так же, как центр каждого из колес робота. И определим, собственно, о какой длины будет прямой отрезок. Итак, 720 градусов. 720 градусов. Это два оборота. Два оборота колеса. Соответственно, мы знаем, что... Мы знаем, что длина окружности колеса 30. Это здесь мы по условию умножаем на два числа оборота. Получаем 60 сантиметров. Получаем 60 сантиметров. Соответственно, мы должны найти прямолинейный отрезок, который длина 60 сантиметров. Вот он находился в таблице вверху. Соответственно, это и был правильный ответ. Какие трудности вызвала данная задача у участников? Ну, во-первых, участники не всегда понимают, а какое движение совершает робот, глядя на описание того, насколько повернулся каждый из моторов. Это вызывает некие трудности, потому что участники качественно не решают задачи, а зачастую просто подставляют формально по алгоритму. Желательно все-таки с ними проговаривать и пытаться понять, что делает робот при таком, таком или каком-то другом движении. То есть как движется мотор, обращать внимание, что нужно сделать, чтобы робот начертил ту или иную фигуру. Соответственно, данная задача также вызвала трудности при ее решении. Также рекомендуется к отработке к следующему углу. Задача 21 и вместе с ней задача 22. Это была задача на определение минимального суммарного угла поворота робота при движении по замкнутой выпуклой траектории. Соответственно, были даны параметры четырехугольника. Надо было определить, из какой вершины выгоднее всего стартовать и какой минимальный суммарный угол при этом получится. Какой минимальный суммарный угол поворота робота при этом получится. Соответственно, задания были связаны между собой и следовало сделать следующим образом. Надо было посчитать все четыре угла четырехугольника. После этого посмотреть, а какой из этих углов самый маленький. Соответственно, поскольку робот поворачивается не на угол четырехугольника, а на угол, который составляет с углом четырехугольника, развернутый угол, то если мы стартуем, если мы поворачиваемся в вершине с маленькой градусной мерой, в частности, 60, то у него будет самый большой угол доворота. Если мы проезжаем и поворачиваемся в вершине с наибольшей градусной мерой, то угол доворота будет максимален. Соответственно, мы выбираем из четырех углов тот, у которого градусная мера меньше. И исключаем. То есть в этой вершине мы будем стартовать и заранее установим робота так, чтобы робот ехал вдоль нужной нам линии, вдоль нужного нам отрезка, нужной нам стороне. Соответственно, когда робот проедет по всей траектории, ему в этой вершине не надо будет дополнительно разворачиваться. Потому что он уже и так все чертил. Обратите внимание, что решение данной задачи предложено для случая, когда робот не может ехать назад. Данные задачи это важно. Соответственно, многие участники на это не обращали внимания и в качестве углов поворота брали просто внутренние углы четырехугольника. Что, повторюсь, для данной вариации задачи является невероятно. поскольку робот при запрете движения назад поворачивается только на угол, который составляет с углом четырехугольника развернутый угол. То есть, по сути своей, сумма угла четырехугольника и угла дворота составляет 180 градусов. Соответственно, мы нашли самый минимальный угол, то есть угол с наименьшей градусной мерой, это угол ДН. И мы будем стартовать из вершины Д. Поэтому ответ в номере 21 это именно Д. Теперь нам надо определить минимальный суммарный поворот робота. Мы учитаем из 180-ти радусные меры каждого из углов, в которых мы будем поворачиваться. То есть, угла А, угла Б и угла С. Итоги получаем 240 градусов. Соответственно, данная задача также вызвала трудности, потому что зачастую участники не обращают внимания на запрет движения робота назад и в качестве углов поворота берут внутренний угол четырехугольника. Поэтому данная задача также рекомендуется для отработки перед следующим школьным и муниципальными этапами. Надеемся, что данный разбор для вас был полезен. До встречи на Олимпиаду!